Привет всем, вы на канале Валихан. В этом уроке я расскажу про бесплатный аддон Carver в программе Blender, который отлично заменяет традиционный модификатор Boolean. Как я уже сказал, аддон Carver бесплатный и сразу устроен в Blender. Преимущество его в том, что вы можете обрезать объекты в один клик и сэкономить этим много времени. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и напишите в комментариях, понравился вам мой урок или нет. Раз вы уже подписались, приступим. Давайте начнем с подключения нашего бесплатного аддона Carver. Для этого заходим в Edit, Preferences и в подсковике пишем Carver. Здесь ставим галочку и отключаем. Чтобы включить аддон, для этого мы выделяем объект, на котором мы хотим применить наш аддон, то есть который мы будем редактировать, нажимаем Shift Ctrl X. Все, теперь у нас включился аддон и подключилась данная панель. Давайте перейдем в вид спереди. Хорошо, теперь давайте рассмотрим эти функции. С помощью этого аддона мы можем вырезать три вида фигур, то есть прямоугольник, переключаем на Space, Line, то есть линия и окружность. Давайте вернемся к прямоугольнику. Как нам его вырезать? Для этого нажимаем левой кнопкой мыши и растягиваем наш треугольник как нам нужно. То есть примерно так. Нажимаем левую кнопку мыши. Как мы видим, наш прямоугольник вырезался с нашей фигуры. В моем случае это куб. Хорошо, давайте снова перейдем в вид спереди. Здесь снова можем также вырезать. Хорошо. Следующий вид фигуры. Нажимаем на пробел. Это линия. Нажимаем левой кнопкой мыши. Выделяем, что нам нужно вырезать и нажимаем на Space, то есть на пробел. Давайте снова вырежем и на пробел. Следующий вид фигуры это окружность. Нажимаем на пробел. Нажимаем левой кнопкой мыши. Редактируем размер как нам нужен и нажимаем левой кнопкой мыши, чтобы применить. Вот как очень просто работать с этим аддоном. Давайте вернем все обратно. Немножечко поподробнее я вам расскажу об этом аддоне. Вид спереди. И давайте разберем эту панель. При создании прямоугольника у нас прямоугольник сразу же обрезает наш куб, то есть применяет автоматический буллин. Чтобы нам это отключить, нажимаем на Cue, то есть отключаем. Давайте с этой стороны сделаем. Создаем наш прямоугольник и нажимаем левая кнопка мыши. Как мы видим, у нас создался. Давайте выключим. Выключение на правую кнопку мыши. Здесь мы можем редактировать нашу эту фигуру. Нажимаем на SY. Можем редактировать как нам нужно. Перемещать. Допустим так. Давайте сделаем вид спереди. Включим аддон снова. То есть, если вам не нужно что-то редактировать, то есть... Давайте отключим. Если вам нужно, чтобы обязательно не нужно было редактировать наш прямоугольник, тогда просто отключаем данную функцию. Если нет, тогда мы отключаем эту функцию и можем редактировать нашу фигуру, которую мы создали. Давайте вернем обратно все. Вид спереди. Теперь поговорим об этой функции. То есть, она связана с курсором, как можно понять по названию. При включении ее нажимаем на D. При создании какой-либо фигуры, в моем случае это прямоугольника, у нас обрезание идет именно до курсора. Я, допустим, хочу обрезать до курсора. Допустим, поставлю курсор сюда. Вид спереди. Выделяю наш объект, который я хочу подредактировать. Shift-Ctrl-X. Включаю аддон и обрезаю. Допустим, здесь обрежу и здесь обрежу. И, как видим, у нас обрезалась наша фигура именно до курсора. Давайте вернем обратно. Вид спереди. Нет, точнее, давайте вернем курсор обратно. В середину. Хорошо. Выделяем наш куб. Давайте двигаться дальше. При создании линии здесь такие же есть параметры, как и в прошлом примере. То есть, как в прямоугольнике. Но при переключении на окружность здесь также появляется subdivisions. Что это такое? Давайте создадим окружность. И нажимаем на W и на X. То есть, на W. У нас уменьшается количество вершин, которые есть в нашей окружности. То есть, сейчас до 8. То есть, если мы хотим сделать 8 вершин в нашей окружности, тогда мы нажимаем на W. То есть, уменьшаем, либо увеличиваем количество вершин. То есть, допустим, нам нужна такая фигура, пятиугольник. Все. И применяем. Допустим, еще мне надо сделать именно более круглую. То есть, нажимаю на X, увеличиваю, допустим, до 36 вершин и применяю. Хорошо, давайте вернем назад. И начнем снова работать с прямоугольником. Как можно удобнее работать с нашими фигурами. Давайте создадим прямоугольник. Левая кнопка мыши. Растягиваем. И, допустим, мне нужно поменять расположение моего прямоугольника. Для этого я нажимаю на Alt и перемещаю наш прямоугольник. То есть, допустим, сюда. И применяю. То есть, снова, допустим, я случайно сюда поставил прямоугольник. Нажимаю на Alt, переместил и нажимаю на левую кнопку мыши. Также здесь можно и поменять метод растягивания нашего прямоугольника. Мы сейчас растягиваем именно мышкой, как нам нужно. Но мы здесь можем и присоединиться, то есть, привязаться к нашей сетке. Для этого мы нажимаем на Ctrl и привязываемся к нашей сетке. У нас увеличивается наш прямоугольник именно по сетке. То есть, допустим, так. И оставим. То же самое это действует и на линии. Я создал здесь линию. На Ctrl нажал. Подредактировал, как мне нужно. Снова здесь нажал левая кнопка мыши. И здесь. Нажимаем на Space. Все так же и работает и с окружностью. То есть, создал окружность. Куда-нибудь переместил. На Alt. На Ctrl зажать и подредактировать его. И применяем на левую кнопку мыши. Хорошо, давайте снова вернем обратно. Если вы забываете горячие клавиши, то здесь есть на панели помощь. Для того, чтобы ее вызвать, нажимаем на H. И здесь указаны все горячие клавиши, которые можно нажимать. Также я не сказал про Rebool. Что такое Rebool? Давайте вернем на прямоугольник. Потому что удобнее с ним работать. Создаю прямоугольник. И нажимаю на Shift. Что такое Rebool? Нажимаю на левую кнопку мыши. Rebool отделяет мой прямоугольник. То есть, вырезает мой прямоугольник из моего объекта. То есть, теперь... Так, вернем обратно на правую кнопку мыши. Точнее, отключим аддон. То есть, сейчас у нас мой прямоугольник обрезал данную площадь. И у нас теперь это отдельным объектом будет. То, что делает Rebool. Давайте вернем. Также здесь есть Create Geometry. То есть, мы здесь Difference. То есть, мы обрезали объект. Теперь можем создать объект. Переключаем на C. Также можем еще создать. Также, допустим, окружность. Подредактируем ее. И ставим сюда. Если вы не будете выделять объект, с которым вы хотите работать с аддоном, то есть, вот у нас отделен объект, и нажимаете на аддон, на Shift-Ctrl-X, тогда у вас автоматически будет создаваться объект. То есть, Create будет происходить, а не редактирование объекта. И здесь, в принципе, такие же функции. То есть, можно и прямоугольник создать, линию и окружность. В принципе, я рассказал все самое важное об этом аддоне. В чем его плюс? Нам не нужно брать, создавать какой-то объект и вырезать его. То есть, нажимаем, применяем Boolean и вырезаем объект. Все, применяем и удаляем. Нам так не надо делать. Нам просто надо выделить объект. Включаем аддон, выделяем и вырезаем. Если вы хотите потом редактировать ваше обрезание, то есть, вы выключаете применение и вырезаете. И все, теперь отключаем аддон и можем редактировать наш объект. Резать его так, как мы хотим. Единственный сильный минус этого аддона в том, что с ним нужно работать именно в каком-то из видов. То есть, вид спереди, сбоку или сверху. Потому что он не привязывается, точнее, наше обрезание не привязывается к нашей поверхности. О чем я сейчас говорю. Когда мы будем обрезать, допустим, прямоугольник, тогда он будет обрезаться именно в том виде, в котором мы смотрим с камеры. То есть, сейчас у нас обрезалось с этой стороны. Здесь так обрезалось. То есть, нам нужно работать в каком-то из видов. Это единственный минус, который есть в этом аддоне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вы еще этого не сделали. И не забывайте заходить в мою группу в ВК. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok